Вот идет видео, вот так вот, просто подожди. Добрый день, здравствуйте, уважаемые блогеры. Сегодня вторник, 15 уже июля. И я вот в Перми, в селе Троица, 20-30 годов Перми, в доме музея писателя-футуриста, крупного общественного деятеля Перми Каменских. Вообще вот здесь вот место такое специальное. Посмотрите, обратите внимание, какая природа. Я сейчас повозьму у оператора, так сказать, искурсовода. Совершенно чудные девушки. Вот видите, какая природа. Вот это села Троица. Ну вот, искурсовод нам помогает немножко, держит. И вот здесь как раз, возьмите вот сюда, вот можно. И вот здесь, как раз, место, чтобы сказать пару слов о русской революции, о того, что таки происходило в те годы, потому что все равно, рано или поздно, к этой проблеме будет возвращаться, да? И сегодня я уже говорил, что, вы знаете, история же пирса лет через 50, и китайцы правильно говорят, что о французской революции великой можно служить через 200 лет. И вот сегодня, в общем-то, так сказать, уже документы вскрываются, говорят о том, что все-таки это была просто борьба за власть. И за русской революцией, за ее организацию стоял генерал Алексеев, командующий генерального штаба, который был рядом с старем, и видел приказом, что старь устал. Устал, убил семью, жену, детей, сын больной родился, лейкемией. Хотел в отставку, хотел стать патриархом, как один из его, так сказать, предков. И так далее. И вот тогда появилась фигура Ленина и Керенского, причем Керенский и Ленин были знакомы друг к другу, и Керенскому удали уйти очень легко. И проблема-то была в чем состояла суть, что социальный изрыв небольшой учредительное собрание, которое формирует новую конституцию, Алексеев во главе правительства, совершенно новая система государственного устройства. И здесь Ленин повел себя в настоящей политике, в кавычках, конечно. Он просто, когда большевики проиграли выборы в учредительное собрание, он просто распустил учредительное собрание, тем самым спровоцировал в стране гражданскую войну. Даже те левые эсеры, Передоновые, кто был с ним рядом, даже они были возмущены политикой подразвездкой, которую он проводил и так далее. Причем я вам хочу сказать, что о том, что революция готовилась, и готовилась не большевиками, очевидно. Почему? Вот заметьте, только командующий генеральным штабом мог дать команду, приказ, по которому при Керенском с мая месяца большевикам была разрешена агитация в войсках. То есть избирали командиров. Это только мог дать команду, разрешение дать только начальник генерального штаба, что он и сделал. Большевики просто сагитировали армию. Как только они сагитировали, как только приказы командиров дублировали комиссары, все, Ленин проиграл учредительное собрание, распустил учредительное собрание и так далее. Почему? Это невольно проявляет аналогию с августом 1991-го. Там тоже был государственный переворот, там тоже была политическая игрища, в которую также была втянута вся страна и так далее. Поэтому после того, как Ленин фактически в 2018 году радикально группировка Троцкого стреляла в него, якобы Каплан слепая стреляла, это же абсолютно ложь, потому что она не могла попасть даже с трех метров. Ее тут же расстреляли, не проведя никакого следствия вечером. К власти фактически пришел Троцкий. И вот во многом сегодня фигура Каменского, футуристов из направления вкуса, она связана с Троцким. Именно Богданов запускал в русскую культуру вот эти самые радикальные салонные направления так называемых, так сказать, радикалов от искусства, да, и кубизм и так далее. Но это направление оно есть, но, собственно говоря, тогда же Троцкий поставил в двух городах в Тамбове, Сырьярске, памятник Иуде, как на смехательство, так сказать, над православным составляющим России и так далее. Это вопросов Сталина, о том наследие, которое достало Сталина. И Сталин, кстати, закончил православную, духовную, православную академию. И в этом плане, так сказать, не надо из нее дурака делать. Это был один из самых мудрых в этом плане людей. И вот я хочу сказать, что Каменский во многом был олицетворением вот той радикальных направлений в искусстве, которая в 20-е годы просветала. Сусловие детали, театрные Ахольда, эти выставки, когда рушили все, церкви, иконы и так далее. Россия оставалась без истории, без тысячелетий культуры. То есть, кстати, то же самое проходило в 91-м году, когда приходили радикалы там слева, тут справа. Радикалы Гайдара, которые рушили всю экономику, все социальные группы. И ваш покорный слуга, ПЦР, так сказать, так же попал под эти раздрачи, под эти сумасшедшие годы, 90-е годы и так далее. Но я вам хочу сказать, что ведь смуты были не только там. В этом плане очень интересная позиция митрополита русского. Когда Голчак пришел к нему просить благословения на войну с большевиками, он сказал мне эту фразу, сказал так, я войну брата на брата не благословляю. А между прочим, ведь смуту породили не только большевики и так далее. Смуту породили и Романовы, между прочим. Когда, так сказать, фактически переписали все русские, скололи все фрески в 17-м веке в храмах Золотого кольца. Когда один из Романовых был притягчен к убийству Дмитрия, последнего Рюльевичевича в Угличе и так далее. Кстати, есть версия о том, что Пушкина убили на дуэли не потому, что он, так сказать, там из-за женщины и так далее. Он якобы написал второй том «Капитанской дочки», где, в общем-то, стояла вопрос о Тартарии русской, о роли Романовых и так далее. И причем ведь самое удивительное, что наказание за убийство Пушкина, а по Петровскому вложению, это только смертная казнь, была очень интересная. Дандас получил всего два месяца, Дантес был лишен только офицерской лицензии и выслал, хотя в случае законодательства там только смертная казнь. Поэтому ответы сами себя говорят, что было спланировано убийство Пушкина именно за эту его тайну. Поэтому в нашей истории очень много тайн, очень много сложных периодов, сложных вопросов и так далее. Тем она интересна, тем она, так сказать, привлекательна, русская история, трагична. Но вот мы тоже пережили период разрушения, разрушения той красной могучей советской империи, в которой были социальные группы, армия, полиция. И вот в этом плане Каменский очень интересен. Но говорят, у него была очень страшная смерть. Вот здесь вот справа от меня, она находилась в церкви сегодня. И он, говорят, она закрывала ему вид, еще раз у меня. Она, говорят, закрывала ему вид на Сулу. И я там приказал ее снести. И в этом случае он очень страшно умирал. У него были поролись ног и так далее. Ну, не знаю, это совпадение, не совпадение, но тем не менее. Но вот это вот наша история. Она не плохая, не хорошая. Она вот такая. И гражданские войны, будь то в семнадцатом году или в девяносто первом, это гражданские войны. Это самое страшное, что могла бережить страна, когда рушилась все. Абсолютная культура, ее социальные группы, ее устои, страдали люди. Ну, вот мы, так сказать, в этом селе. И вот об этом я хотел сказать здесь, в музее Каменских, интересного художника, ну, интересного человека. Спасибо вам, бесплатно. Спасибо.